Можно вначале коротко о себе расскажите? Что именно? Чем занимаетесь? Как давно переехали в Швецию? Почему? Писатель, публицист, общественный деятель, политик в изгнании в Швецию приехал в 92-м году. Попросил политическое убережье тогда от Советского Союза, остался. И через несколько лет, 3-4 года, наверное, создал первую общественную организацию. И с того времени у меня такой перерыв в активной общественной политической жизни после 92-го года пару лет. И потом опять активно включился в процессы с того времени и до сих пор. Я не знаю, что еще больше. А почему пришлось уехать? Проверился первый раз в Армении, да. А почему пришлось уехать? Из-за тех событий в 92-м году? Естественно, как и большинство моих соотечественников с 88-го года, с первого же дня, я активно участвовал в национально-освободительском движении. Но, к сожалению, сейчас наименовали это на Карабахское движение. Я-то начинал, в мою политическую карьеру молодую, начинал с патриархами армянской политики и бывшими советскими диссидентами. И с Карабахом комитет, которую неоднократно называл чекистской бригадой. Ею заменили вот этих людей, у кого я учился, кто был мои учителя, и старшие братья, и однопартийцы. Я один из основателей Республиканской партии Армении, которая сейчас правит. У меня там членский билет номер два. Я об этом очень много писал, что первая вооруженная организация в Армении – это армия независимости. И она создалась исключительно для того, чтобы воевать против советских войск и независимости Армении. Но конъюнктура слила это все в сторону, и даже сегодня из истории вычеркнуто это. И я думаю, что тогда Советскому Союзу было очень трудно в Армении. В течение двух лет агентура советская просто перевела национально-освободительное движение армян за независимость в Карабахское движение. Всех бывших, старых изолировали, убили, депортировали, используя всю энциклопедию со времен царской охранки. И вот имеем то, что имеем. Меня интересует Ваша позиция по Нагорно-Карабахскому конфликту. Знаете, я не только по Карабахскому конфликту, я демократ. То есть главный принцип для меня – самоопределение. И если самоопределение и целостность страны, в этом случае Азербайджана, и права человека не противоречат друг другу, то у меня мнение стандартное то, что имеет международное сообщество. То есть надо уважать целостность страны, надо уважать самоопределение этноса. И в моей конструкции, у меня в голове, это все работает. У меня есть опыт Оланда, куда я могу попасть каждый день через два часа, если захочу. Это рядом со мной. Я вижу, как живут финны и шведы, и вот как прекрасно решили вопрос. Я неоднократно бродил по Швейцарии и видел, как там решили вопрос. Когда сравниваю наш конфликт с ихними трехслетними воинами, с тридцатилетними воинами, всякими-всякими, и на самом деле мы чуть-чуть поцарапали друг друга, сравнивая с такими широкомасштабными конфликтами, этническими, подромами, убийствами, что пережили эти народы, тем не менее, они сумели прийти к нормальному человеческому существованию, несмотря на мою острую критику в сторону армян, азербайджанцев, кавказцев в целом и так далее. Я не считаю, что мы глупые народы, и я думаю, что среди нас есть прекрасные люди, образованные люди. Просто их не слышно. Я не хотел бы нашу беседу начинать с критики Азербайджана. На самом деле я вижу наши страны как сестры-близнецы. То есть проблемы одинаковые, и прогление одинаковое, и культура политики одинаковая, советская до сих пор. То есть либералам, настоящим либералам и демократам нет места в политике. Либералы и демократы с обеих сторон решили вопрос, я думаю, политический вопрос в течение недели, а им синклементировали бы это, ну, по-моему, я не знаю, за полгода, год, я не знаю. Есть масса способов работы с людьми, информацией и так далее. То есть с людьми, которые пережили посттравматические стрессы и так далее. Масса технологий, которые просто не приходят в наши страны. Реабилитации отношений и все такое. Вот одно из этих, несколько из этих технологий, этими технологиями пользуюсь я. Как гражданин Армении. Считаю, что в Армении нету легального правительства. Допустим, если было бы легально избранное правительство в Армении и Министерство иностранных дел, то зачем мне надо было вообще заниматься этим, они бы занялись прекрасно этим, если бы они были бы легитимы просто. Но так как, я просто говорю, так как гражданин, который заявил гражданское неповиновение с 92-го года всем трем президентам. Но неповиновение, по-моему, не означает, что я умываю руки и ухожу. Нет, я говорю, что хозяин страны я, я не вижу вас, хозяев страны. И политику я веду, и дипломатию я веду. И, как видите, я делаю это лучше, чем армянский вид. А как вы считаете, после чего армяне и азербайджанцы снова смогут жить в мире? После какого решения конфликта? После того, как мы откроем архивы КГБ и исключим от всей общественной и политической жизни из большого бизнеса всю бывшую советскую агентуру. На самом деле наши народы не воюют. Наших народов ведут как овец. Войду, и именно эта агентура. Согласно данным архива Штазы в ГДР, в советских республиках от 10 до 15 процентов служила КГБ. Это значит, в Армении их должно быть около 350 тысяч, 400 тысяч. В Азербайджане, соответственно, до 600 тысяч. И вот у нас, наши родственники, наши друзья, соседи, похожие на нас, говорят на нашем языке. Вот мы не знаем о них, а они друг друга знают и про нас все знают, и бедут нас. Мы как овцы просто идем, думаем, что этот волк, который среди нас бежит, овечий, пастуший, пастуший, пёс. И этот овец, который нас будет резать, продавать и кушать, мы думаем, что он наш бог и кормитель, и этот, тот, кто нас кормит. Вот приблизительно в такой ситуации мы два народа живем. Нас ведет Кремль. Мы должны от Кремля уходить. Уходить поодиночке мы не можем никак. Мы должны уходить вместе с вами и с грузинами. И если сейчас какой-нибудь армянин, азербайджанец или грузин считают, что важнее этого есть какая-то политическая, я не знаю, моральная, духовная дело, ну, скажем так, скромненько ошибается. Я читала интервью, где вы выражали соболезнования Храджалы. Об этом сейчас нам можете на камеру? Да что тут странно, блин. Сотни людей гибли. Есть подозрение и обоснованное подозрение, что в этом участвовали Армении. Вы постарайтесь сесть на мое место. Я не знаю, я там не был, нет знакомых, которые там были. Я знаком с азербайджанским информационным полем, которое я назову пропагандой так, как армянскую пропаганду. То есть я знаю армянскую пропаганду, я знаю азербайджанскую пропаганду, но это не информация. И чтобы иметь информацию, хочу иметь там комиссию международную, с нейтральными, кому могу поверить, где нет личного интереса. И хочу об этом знать. Я не хочу жить в стране, быть гражданином страны, которая может участвовать в погромах. Я не говорю про войну. Война сама была глупо начать войну. Но это коллективная глупость. Даже во время войны не должны быть погромы. Я об этом говорю. То есть поставим войну в сторону. Меня обвиняются от истинники, почему я не говорю про Сунгаид и Киров-Абад. И, я не знаю, с армянской стороны же есть информационное поле, где такие же несчастные и убитые и геноциду подвержены со стороны Азербайджана, как и азербайджанцы подвержены. И я не говорю правильно, неправильно, правда, неправда. Потому что если народ думает, даже если обманули народ, и народ думает, что его разбили, предали геноциду, то де-факто, реально, этот народ, этот геноцид психологически переживает. То есть никакой разницы нет. Вот следующее поколение, вот по-настоящему убили предков или нет в геноциде, но следующее поколение, третье и дальше поколение, они по-настоящему от геноцидов страдают. Извините, я перебью. Если вы выражали соболезнования по ходжалу от имени армян, получается, вы его признали, геноцид? Знаете, я... Моя фраза была юридически точно оформлена. Я учился в университете, в факультете по правам человека. Я же не могу сказать фразу, из-за которой меня закроют в тюрьме в Армении в следующий раз, когда я туда попаду. И у меня никакой цели нет попасть в армянскую или в какую-нибудь другую тюрьму, несмотря на то, что пытались меня сажать все время и на какие-то сроки. Сажали, я выходил, но как бы это нехорошее место. Человек неэффективен там. Я думаю, общественный и политический деятель более эффективен на свободе. И поэтому я выражусь так, за возможное участие. То есть, чисто по принципу презумпции невиновности, пока суда нет, я не могу никого обвинить. Если я обвиню, Армения может меня под суд отдать. Просто элементарно. Я юридически должен, вынужден, просто прав... И, в принципе, это же дипломатический язык. И я не любитель в этом деле. Я очень давно занимаюсь и политикой, и общественной деятельностью, и публицистикой. И я мирокворец со стажем более 10 лет. То есть, признали... Я не знаю. Я думаю, факты будут, конечно, признаем. А какой смысл отрицать, когда есть суд, когда есть факты, когда все пришли и так далее? Я не исключаю, что если я лично ознакомлюсь с материалом, сам буду уверен во всем, в том, что случилось, и люди говорят. Так я сам со своей стороны скажу. Я уверен, я объявляю никаких дипломатических языков, не хочу знать и так далее. Я, как личность, это делаю. Что это дает Азербайджану? Это всего лишь моральную поддержку соседа, армянина, которого считали до этого, может, лет 20 нелезен, и вдруг появился один, два, три, десять. Это хотя бы придает надежду, что между народами хотя бы возникнет мысль, что мы не со скотиной имеем дело, что люди общаются с обеих сторон. И если вот на эти человеческие точки работать, то мы быстрее придем к тому, что честные люди скажут, принимайте геноцид, если это геноцид. В статье вы называли имена армян, извините, пожалуйста, которые тоже поддерживают позицию вашего охотно-жала и выражали соболезнования. Можете сейчас их назвать? У меня очень много армян друзей, которые и поддерживают, и поддерживали, и всегда говорили, что срам, стыд, члены Совета Европы и элементарную вещь не можем сделать, что есть подозрение, давайте расследование, что тут такого? Ну почему не могут даже эти президенты договориться, что делают комиссию, там несколько азербайджанцев, несколько армян, и еще там пригласить откуда-то, открыть им все, эти же СОБСЕ и так далее же приходят, границы проходят, там же им обеспечивают безопасность. Почему нельзя одной комиссии просто обеспечить безопасность, потому что люди работают, дадут нам этот самый вывод, профессиональный вывод. И если после этого кто-то скажет, что нет, я это отрицаю, потому что и так далее, ну мы тогда знаем, что вот конкретно имеем дело с фашистами, там аргументы не нужны, они же свою линию будут гнать все равно, у них один единственный аргумент, это Гитлер. Президент Армении сам признавал в интервью, про охот жалых говорил. Знаете, Муталибов признавал, что это азербайджанцы делали. Я не верю ни Муталибову, ни Саксиану, ни Алиеву, вообще никому. Поэтому говорю международную комиссию. Я могу вам рассказать, допустим, механизм, почему Бог похвастался. В 93-м году вот у этих бородатых вояк, которые там за священную родину на мини-трестовый поход вышли, они дураки просто были, они же такие тупые, что они даже не могли понять, что они сами на себя и страну ввязывают вообще в ад. Они даже, может быть, не подогревали, что то, что они говорят, плохо. То есть это такой уровень, низкий уровень интеллекта людей, что я даже догадаться не могу, почему этот человек сказал чего-то. Вот как человек строил аналитический ряд своих мыслей? Это совершенно незнакомые мне люди. И поэтому, добрые соседи, давайте с наших плеч, это просто, это может быть вопрос психиатров, а не наш. Это может быть вопрос очень-очень профессиональных криминологов и так далее. То есть давайте не лезть, давайте их пригласить просто туда. Доверить им это и верить им это. И заранее согласиться, несмотря на то, как нам понравится, не понравится их заключение, мы договариваемся принимать. Вот так и делали Володи. Потому что кто-то, чем-то, свои амбиции должен перешагнуть. Не бывает иначе, иначе не надо. Я даже могу в своей вине даже после вердикта подозревать и не верить вердикту. Но неужели человек не может ставить будущее своих детей, внуков, поколений, страны, нации, родины выше, чем как бы... Я не знаю, я бы пошел бы даже в тюрьму, признался бы, пошел бы в тюрьму, если бы знал, что две страны сейчас просто отнимутся, будут развиваться и так далее. Я бы даже солгал. Ну идут же солдаты воевать, они же свою жизнь отдают своей родине. Ну нашли бы, наверное, два умных человека, которые сказали, я не виноват, но я возьму это на себя, просто пойду поцелую азербайджанцам, ноги, сделаю мир и просто обеспечу будущее нашим странам. Если вот так хотят успокоиться, ну сделайте это людям. Что тут такого? Последний вопрос. После вашего интервью вы сами говорили и сейчас тоже мне скажите, какие угрозы к вам поступали со стороны армянских преступников, националистов? Ну, обыкновенные алтаманско-большевистские. То есть какой-то, я не знаю, слесарь пришел с работы, почитал, не понравилось. И ему не лень написать в фейсбуке, вот я приеду, тебя найду, зарежу детей перед глазами, и как ты можешь армян обвинить в том, что мы на детей поднимем руку. Очень много таких и так далее смешных. Не знаю, насколько это серьезно или не серьезно. Я в политике лет 30, если боялся, то не продолжим. И еще знаю, что мы смертные, я не знаю. Я же не могу сидеть и бояться, но это же не жизнь. Не знаю, более тысячи писем получил. Блин, более тысячи писем. Мне даже смешно, что у людей столько времени. Мне иногда кажется, что какие-то сейчас их называют троллями. Там какой-то отдел по борьбе в контрразведской, в КГБ в Армении сидит. Там какие-то команды, я не знаю, бездельников пускают в фейсбук. Может, один человек писал тысячи. Нет, я не знаю. Жил бы в Армении, были бы нормальные страны. Просто отдал бы все письма полиции. Они всех по IP-адресам вытащили бы, узнали бы. Сейчас не могу. Спасибо вам большое. Не отключайтесь сейчас. Мы сохраним запись. Спасибо вам большое за интервью. Да? Вы все вопросы задали. Вам больше ничего не интересно. Если понадобится, я же могу вам еще раз позвонить. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Я же лет 10-15 в своей жизни отдал, чтобы случилось то, что сейчас случается. Я говорю в баку.